Спасибо, добрый день. Ну, сразу мы перейдем с места в карьер. Зачем нужно второе мнение? Это все еще актуальный вопрос. Вообще в мире, в нашей стране также. Мы провели систематическую работу в направлении расхождения диагнозов материала, который пришел из внешних учреждений за этот год. И нам удалось выявить порядка 12% ошибок диагностики. Это когда диагноз совершенно был установлен неверно, и это, соответственно, влечет за собой неадекватную тактику. Это в том числе расхождение опухоль-неопухоль, доброкачественная опухоль, злокачественная опухоль и так далее. Казалось бы, не такой большой процент, но, тем не менее, практически каждый десятый пациент в итоге получает неадекватное лечение. Есть целый ряд источников этих ошибок, и первый из них – это низкое качество препаратов, которые изготовляются в региональных учреждениях, особенно в неспециализированных. И зачастую просто изготовление качественного препарата позволяет поставить диагноз без каких-то дополнительных исследований. Следующая причина – это так называемые редкие опухоли, которые являются редкими для специалистов на местах. Это ограничение опыта, ограничение возможности контакта с образованиями, которые имеют невысокую частоту, но для специализированных учреждений эти опухоли не являются, как правило, редкими, и здесь низкое качество препаратов может влиять на неверность диагноза. И, безусловно, это действительно редкие опухоли, которые встречаются в принципе редко. Это и саркомы, и лимфопролиферативные заболевания, и образование с промежуточным потенциалом злокачественности, или так называемые опухоли серых зон. Но при этом, если мы посмотрим, то порядка двух третей случаев – это дефекты репортирования, или дефекты описательного заключения, когда в заключении отсутствуют важные для выбора тактики либо назначения лечения параметры. И здесь есть целый ряд организационных причин, которые к этому приводят, в том числе в учреждениях, в общем, третьей категории и специализированных учреждениях. Это отсутствие в нашей стране стандартов по репортингу при, в том числе, онкологических заболеваниях, которые были бы утверждены, скажем, Минздравом, либо рекомендаций по репортингу. Это отсутствие официального разрешения использовать международные стандарты либо международные рекомендации. Ну и, безусловно, это отражает уровень профессионализма и подготовки кадров. Отдельная история – это дефекты на этапе иммуногистохимического исследования. Многие лаборатории сейчас обладают возможностью его выполнения, и мы сталкиваемся как с дефектами методики, то есть непосредственно выполнение окрашивания, что может быть связано с различным уровнем оснащения и снабжения лаборатории, а также неадекватным использованием внутренних и внешних контролей, и дефекты на этапе интерпретации, что, опять же, связано с опытом и подготовкой врачей. Как уже говорил Евгений Наумович, мы работаем в качестве референс-центра фактически полный год, и у нас в связи с этой деятельностью резко увеличилось количество направлений по ОМС, так как мы работаем в рамках государственных гарантий, более чем в пять раз увеличилось количество такого материала консультативного, ведь это пикообразное увеличение по сравнению с более плавным увеличением всего внешнего материала. И происходит не только качественное, но и количественное увеличение этой работы. И они ведут за собой увеличение количества дополнительных исследований. Мы выполняем также с августа иммуногистохимию в рамках ОМС, и количество этих тестов увеличилось четыре раза за отчетный период, в пять раз увеличилось количество ФИШ-реакций, которые мы можем делать. Тоже очень небольшой спектр среди тех, которые находятся сейчас в ОМС, это в основном, конечно, ФИШ-ХЕР-2. Как уже говорил Евгений Науч, существует проблема выполнения транслокационных тестов методом ФИШ при целом ряде новообразования. Это и саркомы мягких тканей, и лимфомы. К сожалению, так как это не покрывается тарифами, мы ограничены в использовании этого метода. Ну и что касается организационных моментов нашей деятельности, то в марте этого года в номенклатуру медицинских услуг было внесено целый ряд дополнительных услуг, которые предполагается использовать для референсных центров, для повторного анализа гистологического материала, уже изготовленного в других учреждениях, в том числе в рамках телемедицинских консультаций. И предполагалось, по крайней мере, неоднократно озвучивалось, что при формировании тарифов на эти исследования планируется включить логистические расходы в их стоимость. На сегодняшний день, по крайней мере, в нашем регионе это не реализовано. Мы работаем в рамках тарифов на патологоанатомическое исследование биопсийного операционного материала. И, собственно, это наши реалии сейчас. К сожалению, как я уже говорила, из-за того, что в большом проценте случаев мы стоим перед необходимостью изготовления повторного микропрепарата с представленных нам гистологических блоков, а себестоимость изготовления качественного препарата, в общем, представлена на слайде, она определяется в большей степени не стоимостью стекла или краски, а стоимостью бритвы или лезвия, которые используются для изготовления этого среза. И средняя консультация у нас составляет порядка 5 парафиновых блоков. Из внешних учреждений. И в итоге мы стоим перед необходимостью задумываться над тем, в каком количестве нам перерезать блоки. Потому что если мы будем перерезать все блоки, мы приближаемся, собственно, к стоимости тарифа. Решить эту проблему фактически повторного расходования средств можно путем повышения качества обработки гистологического материала на местах. Но это проблема комплексная, которая включает в себя как работу с кадрами, это количество кадров, их профессиональная подготовка. Этой работой мы занимаемся активно, вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Кроме того, влияние на это оказывает оснащение лабораторий и их снабжение расходными материалами. И, к сожалению, работа только по одному из направлений не позволяет кардинально изменить ситуацию, и подходы должны быть комплексные. И, как уже говорил Евгений Науч, сохраняются проблемы целый ряд их, связанных с тарифом на ПДЛ-1, потому что это очень актуальный тест. У нас действительно много запросов на это тестирование. Порядка 3-4 запросов в день сейчас приходит. И просто себестоимость реактивов на этот тест в зависимости от клона в 2-5 раз превышает размер тарифа на ИГХ на сегодняшний день. Без учета трудозатрат, время затрат. Поэтому, конечно, в такой ситуации выполнять этот тест сейчас в рамках тарифов ОМС мы не можем себе позволить. Но техническая такая возможность, она, безусловно, имеется. И мы бы очень хотели, чтобы она покрывалась соответствующими тарифами. Кроме того, как, опять же, Евгений Науч упоминал, есть целая проблема – это использование реактивов без регистрационных удостоверений. Это не только зонды для флоресцентной гибридизации ин-ситу. Это целый ряд антител, которые не имеют на сегодняшний день регистрационных удостоверений. Мы их формально в рамках ОМС использовать не имеем права. Но на сегодняшний день они являются необходимой неотъемлемой частью адекватной качественной диагностики для опухолей практически всех локализаций. Что же касается нашей работы по региону, то в северо-западном регионе сейчас у нас пирог выглядит примерно таким образом. По части консультации гистологического материала в этом году лидирует Вологда. По сравнению с предыдущим годом, видите, у нас расширилось количество регионов, с которыми мы работаем, и изменился спектр. И, конечно, более чем в пять раз увеличилось количество этих исследований. Но мы активно работаем с многими другими регионами за пределами северо-западного федерального округа. У нас довольно большая география, собственно, от Калининграда до Камчатки. Материал приходит как на пересмотр, так и для дополнительного тестирования не только молекулярного, но и иммуногистохимического. И мы активно работаем сейчас по направлению телепатологии в рамках телемедицины. Это отдельная история. Мы работаем с оцифрованными микропрепаратами. Опять же, видите, по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз количество этой работы. Это отдельная дополнительная нагрузка. Есть определенные сложности, потому что мы не имеем большой привычки работать с оцифрованными препаратами, и качество препаратов тоже существенно разнится. И, собственно, проблемы телепатологии остались те же, которые были и в прошлом году. Это невысокое качество пробоподготовки изготовленных препаратов неизбежно сказывается на качестве отсканированного материала, который нам приходится анализировать, потому что сверху еще зачастую добавляются артефакты самого процесса сканирования. Как при анализе любого гистологического материала, нас существенно ограничивает возможность интерпретации увиденного – это предоставление неполных данных, потому что фактически при дефиците данных мы можем работать просто как транслейтер. Мы репортируем то, что мы видим, у нас нет возможности интерпретировать и делать выводы при отсутствии информации, и иногда она отсутствует тотально, вплоть до отсутствия локализации, откуда материал был получен. Это приводит, в общем, к невозможности дать дефинитивное или нозологическое заключение. Но если проанализировать долю заключений, то по сравнению с этим годом, в прошлом году у нас была обратная ситуация, описательные репорты были даны порядка в двух-третьих случаях, сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Это связано отчасти с тем, что в прошлом году у нас, конечно, была меньше выборка, но, тем не менее, это и результат работы с регионами, в том числе, в первую очередь, в качестве повышения качества обработки материала, и часть региональных учреждений присылали к нам сотрудников, в том числе средний медицинский персонал для прохождения циклов повышения квалификации для лаборантов и для врачей. И мы видим, действительно, что сканы из некоторых учреждений демонстрируют существенное улучшение качества изготавливаемых препаратов. препаратов, и в этом отношении нам, конечно, отрадно видеть результаты отчасти нашей работы в том числе. Но мы видим, что в довольно большом проценте случаев, это порядка половины, требуется выполнение тех или иных дополнительных исследований при анализе оцифрованных микропрепаратов. В ряде случаев это необходимо для постановки диагноза, в ряде случаев для уточнения диагноза. И кроме того, существуют все еще артефакты, которые препятствовали вообще постановке диагноза, либо даче заключения. Это 10% случаев, это все-таки довольно высокий процент. И, к сожалению, это в том числе артефакты сканирования. Это вопрос организации этой работы на местах, кто конкретно этим занимается, контролируют ли люди перед отправкой отсканированных изображений, что они получили со сканерой, что они отправляют. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...